1 марта 2000 года в Аргунском ущелье почти полностью погибла 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. Ценой своей жизни бойцы приняли неравный бой на высоте 776, остановив продвижение 2000 боевиков. Гибель псковских десантников стала самой большой потерей за время Второй Чеченской войны. Для большинства из них этот бой стал последним. Но солдаты и офицеры смогли уничтожить противника во много раз превосходящего по численности. Среди шагнувших в бессмертие был и наш земляк. Рязанская 8-я общеобразовательная школа носит имя Героя России Романа Соколова. Звание гвардии капитану присвоили посмертно. На фасаде почетная доска, внутри целый музей боевой славы. Здесь представлено детство Романа Соколова, как он учился в нашей школе. Здесь его почетная грамота висит на этом стенде. Дальше у нас идет стенд, как учеба его в Краснознаменном десантном училище имени Василия Филипповича Маргелова, где он стал как раз офицером-десантником. На витринах личные вещи Романа Соколова. Военная форма, удостоверение, а также последнее письмо, которое он написал родным. И последнее письмо Романа Соколова. Можно увидеть, где он пишет, привет моей девочке, он пишет своей матери, своей жене и своей дочери. У нас все нормально, стоим на блоках, заведено. Скоро срываемся и вперед на элистандже. Воды не хватает, иногда приходится снег топить. Продукты доставляем сами, обеспечиваем себя сами. Кругом один лес, кроме 20 солдат никого. «Скучай в подашке, как она концерты тебе закатывает, как поживает бабуля. Привет ей всем. Поздравляю с праздником 23 и 8 марта. Поэтому, как времени больше не будет, написать. Слую всех, дочку не обижай. До свидания, Роман». Экспозиция особая, ведь Роман учился в этой школе. Именно здесь решил для себя, что станет военным. Люди, которые с ним служили, которые были с ним в первую чеченскую, которые были с ним в Югославии, о нем говорили. Он настоящий вояка. Он до мозга костей был предан своей работе, людям, которые служили вместе с ними. И всегда говорил, мам, у меня работа такая, защищать людей. В этом году в Чечне открыли памятник десантникам, погибшим в Аргунском ущелье. Там побывали родители Романа Соколова. «Когда еще живы те рыбы, которые там были, и еще толком не заросли траву. И когда представляешь, что такая масса, можно я их назову словом, гатов, которые шли, не видя ничего, с криками, с оружием, стрельбой, и вот тогда это все представляешь, становится просто жутко. Как же могли бы выдержать все это наши ребята». Каждый год его мать и отец отправляются на могилу к сыну в Псковскую область, чтобы потом вернуться в школьные стены и поведать молодому поколению о своей главной трагедии и рассказать про шестую десантную роту, навсегда ушедшую в бессмертие. «Память об этих десантниках останется в наших сердцах навсегда, что этот подвиг не будет забыт, и то, что мы всегда будем сохранять память, и мы о них не забудем».